Круто, почетно? Да, следующую лекцию читаю я. Мне выпала честь, я считаю это действительно круто, закрывать снимок, и наконец-то у нас по канону последняя лекция о лекциях. Я взяла на себя смелость рассказать вам немножко о том, как правильно читать лекции, как избежать типичных ошибок. Я думаю, что мы проведем лекцию в таком новогодне радостном общем хорошем настроении, потому что я не буду вас сильно загружать, все-таки последняя лекция, все устали, Новый год скоро праздники, поэтому быстро, четко, весело. Я думаю, будет хорошо. Итак, вы решили прочитать лекцию. Например, на 15 на 4, почему вы и нет? Ваша лекция будет состоять... Стоп, стоп, сори. А, зачем я это делаю? Верно, я должна сказать о своей цели. Во-первых, нам нужно больше лекторов, нужно больше минералов, и чем больше лекторов, тем лучше можно себе позволить выбирать из них лучших, потому что когда лекторов мало, у вас нет выбора, когда лекторов много, вы можете устроить такой компетишен между ними, типа, ты крутой, ты нет. Также, рост качества лекций. Я расскажу об ошибках, и ваши лекции уже не будут плохими, из-за тех ошибок, о которых я расскажу, то есть у вас будет качество лекций повышаться. И, конечно же, учиться лучше на чужом негативном опыте, чем на своем, потому что лучше увидеть чужую ошибку и не совершить ее, чем сделать свою, и понять, блин, я был лучшак. Итак, мы хотим доклад на 15 на 4, например. Стандартный доклад, если так можно разделить на три части, это аудиовизуальная среда, аудитория и докладчик. То есть из чего состоит ваше сообщение устное. Что такое аудиовизуальная среда? Это ваша презентация. Чаще всего презентации делаются в PowerPoint, а также у нас были презентации в Prezi, в Google-презентациях, то есть вы можете использовать что угодно, но обязательно перед тем, как вы выбрали какое-то техническое обеспечение для своей презентации, убедитесь в том, что она работает в том месте, где вы будете читать лекцию, чтобы не было неприятностей. Вы принесли офигенную презентацию, она не запускается. Также помните о том, что ваша презентация это не автосуфлёр. Если ваша презентация состоит из текста и её можно просто прочитать, и она будет повторять сказанное вами устно, вы можете просто прислать презентацию, мы её пролистаем, все почитают, и вы можете даже не приходить. Постарайтесь, чтобы ваша презентация не выглядела вот так. Использование разных цветов, разных шрифтов, ярких, нелепых картинок это всегда минус, потому что информация, которую вы подаёте, она не должна быть. красочная и красивая, она должна быть чёткой, понятной и максимально иллюстрировать то, о чём вы говорите. Так не надо. Также не надо вот так. Представьте, что я сейчас повернусь, потому что я это всё наизусть не помню, и начну вам рассказывать. Итак, лекция. От латыни. Лексио. Чтение. Не вижу. Красное. Ага. Устное. Систематическое проследование изложения материала по какой-либо проблеме, методу тельных вопросов и так далее. Вам перестанет быть интересно уже секунда на 30-й. То есть это типичная лекция лекторов, старых профессоров в моём университете, к сожалению. И люди способны читать быстрее вас, и вот они просчитывают эту всю информацию, им уже скучно. Они ждут уже другой лекции, они уже там сидят, рассматривают классное помещение, потолок, там ковыряют к носу, заходят в ВКонтакте. Вот минимум текста, максимум картинок, минимум цветов. Пользуйтесь правилом меньше, значит лучше. Аудитория. Мы разобрались с аудиовизуальной средой, но это не всё, из чего состоит ваш доклад. Вы докладываете для аудитории. Если вы докладываете на 15 на 4, аудитория ваша будет выглядеть приблизительно вот так. Вот это фотография с первой лекции, 15 на 4 в Киеве. Обратите внимание на то, что на этой лекции люди разного пола, разного возраста, скорее всего, разной специализации, разного образования, вообще разных каких-то жизненных интересов, но они все пришли вас послушать. Поэтому, во-первых, вы должны учитывать порог вхождения на лекцию. Что такое порог вхождения? Это уровень знаний, который необходим для того, чтобы вашу лекцию понять. На наших лекциях мы стараемся придерживаться нулевого порога вхождения, то есть человек с каким-то хорошим средним и стольным образованием должен понимать, о чём мы говорим, если вы будете загружать аудиторию терминами, тот, кто в вашей специализации, вас поймёт. Тот, кто не в вашей специализации, он покрути пальцем в миска, скажет, зачем я пришёл? Что это вообще за бред? То есть помните о том, кто сидит напротив вас. А также одним, как мне кажется, из самых плохих вещей, которые может сделать докладчик со своей аудиторией, это продемонстрировать к ней неуважение и снисходительность, что, к сожалению, довольно часто происходит. Вот этого не надо. Аудитория, которая слушает вас даже 15 минут, на эти 15 минут признаёт вас авторитетом по вопросу, о котором вы рассказываете. Но это только на 15 минут. Я заканчиваю эту лекцию, столкнулся на лишь Саше и Бойко, студентка 6 курса медицинского университета. Сейчас вы слушаете меня, просто потому, что вы признаёте вы мне, допустим, по этому вопросу авторитетом. По вашей милости я здесь стою. Не надо демонстрировать неуважение к своей аудитории, она вас за это не простит. Второй раздражающий фактор это пунктуальность. Очень не любит аудитория, когда лектора приходится ждать. Сразу возникают вопросы, стоит ли эта лекция того, чтобы сидеть 40 минут ждать. Никто не любит ждать звезду на рок-концерте, например, по часу, по полтора. Точно так же не любят ждать лектора, когда вы наконец-то приходите, люди уже раздражены, им нужно неинтересно, не злятся на вас. Параллельно с пунктуальностью идёт регламент. Если в случае пунктуальности вы обижаете свою аудиторию, то в случае регламента вы обижаете сразу двоих, вы обижаете аудиторию, потому что вы заявили на афише 15 минут про лекцию, а рассказывайте 45. Это то, в общем, я крупно облажалась на гомеопатии, если кто-то был. Захожу на YouTube, 15 минут на гомеопатии, длительность видео 33 минуты. Куда это годится? На самом деле, я должна попросить у вас прощения, потому что если я говорю о том, что я буду рассказывать 15 минут, я должна плюс-минус сложиться в это время. Аудитория морально не готова слушать меня 33 минуты, если она ожидает от меня 15. Какая бы ни была интересная лекция. И второе, кого вы подводите в данный момент, это лектор, который выступает за вами. По большому счёту, вы просто отнимаете у него его же время. Это неприятно вам и во им. Итак, мы разобрались с аудиовизуальной средой, мы разобрались с аудиторией, но остаётся самое интересное разобраться с вами самими. Перед подготовкой вы должны задать себе три принципиальных вопроса. Почему я являюсь докладчиком, на какой аудитории я докладываю, как приготовить интересный материал. Если вот эти два вопроса мы уже более-менее обсудили, вкладываясь в регламент, то вот этот вопрос, как мне кажется, является самым интересным. Почему я докладываю? Почему я сейчас здесь? От ответа на этот вопрос зависит напрямую эффективность потраченного вами времени на лекцию, эффективность потраченного времени вашими слушателями, эффективность организаторской работы, которые допустили вас для того, чтобы вы читали лекцию. Выплывающим из вопроса «почему я?» является вопрос «зачем?» Зачем я это делаю? Зачем я читаю вам лекцию? В начале лекции я рассказала, зачем я вычитаю лекцию. Но прежде чем начинать вообще к лекции готовиться, нужно спросить себя, зачем я это делаю? Чтобы понтануться на ютубе, чтобы облажаться, или потому что я хочу там нести какое-то добро. Если вы не можете найти нормального, мотивирующего, в первую очередь, вас ответа на вопрос «зачем?», то, возможно, вам даже не стоит браться за эту лекцию. Итак, самое, вообще, мое любимое, как держать себя непосредственно на докладе. Банально, не нервничать, чуть-чуть попозже я об этом расскажу подробно. Говорить, меняя темп речи. Что это значит? Говорить постоянно очень быстро или говорить постоянно очень медленно, надоедает, но при этом периодическая смена темпа речи, замедление или ускорение, позволяет вернуть аудитории к вам интерес, потому что наш мозг так работает. Монотонно, 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 вдруг медленно. Что случилось? Почему? Что случилось? Вот. Также есть один интересный прием. Что я сейчас сделала? Я похлопала в ладоши. Акунин пишет, что Фондорин это делал для того, чтобы концентрировать внимание. Вас сейчас 10-50 с лишним человек, все смотрят на меня. Я сделала ерунду. Я сделала какую-то фигню. Можно сделать что угодно. Спеть строчку из песни, пройтись на руках, нарисовать кота здесь непонятно к чему. Это тоже отвлекает внимание. Вы грузите людей инфой. Эй, вернись назад. В каком черте? Вы грузите людей инфой, они начинают, типа да, 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 информация, да, вроде все интересно, интересно. Тут раз, она захлопала в ладоши. Воу, что я пропустил? Почему? Почему? Сразу возвращается внимание. Это как приемное привлечение внимания, помимо меняния темпа речи. Второй пункт. Говорите как обычно. Когда готовитесь к лекции, не пишите заумных, длинных, фитиеватых предложений. Пишите такие предложения, которыми вы разговариваете в обычной жизни. Во-первых, вам будет легче. Во-вторых, вы не запутаетесь, легко их запомните. И так же люди вас поймут проще. А. Правила меньше лучше работают и здесь. Меньше длинных предложений, больше коротких предложений. А. Важные моменты замедления речи. Не надо говорить так, как я сейчас. Но если вы хотите что-то подчеркнуть, просто замедлитесь. И люди это запомнят. Насчет не нервничать. Можно навалить. Это очень странно сейчас звучит, на самом деле, но... Нет, нет, я никуда. Мама, привет. Научно-популярные лекции для меня лично похожи на выступления, на музыкальных концертов. И среди музыкантов, нормальных музыкантов, принято не бухать перед выступлением, не слушать. Два правила. Не слушать другие группы, перед тем, как вы играете, которые выступают перед вами, и не напиваться. Но есть такой вот момент. Можно бахнуть 50 грамм хорошего коньяка, так называемого, для подъема духа, для куража. Музыканты говорят для куража. Я не пропагандирую алкоголизм. Не надо бухать, если вы не бухаете, не надо бухать, в бутылку коньяка. Но 50 грамм коньяка это чисто с физиологической точки зрения это доза, которая не принесет вашей биохимии вообще никакого ущерба. То есть она никак не повлияет на ваш организм. У вас не будет цирроза, у вас не будет почечной недостаточности, печёночной недостаточности. Это просто та доза, которую можно пить каждый день, но не больше. И она вообще за много-много лет в теории не принесет преда вашему организму. Вот так сейчас посчитываем. Какую положительную роль может сыграть алкоголь? Часто люди плохо рассказывают лекции, потому что они напряжены. Алкоголь расслабляет мышцы диафрагмы, челюстино-лицевого аппарата мимики и голос становится лучше, раскование, больше движение руками. И тот, кто говорит быстро, начинает замедляться, тот, кто говорит медленно, наоборот, собирается начинать говорить быстрее. То есть одни плюсы, и одни хламы, это классно. А, второй момент, сконцентрироваться. Концентрироваться можно по-разному. А я предлагаю в двух направлениях. Во-первых, на себе. Я классный, я считаю, лекции. Мне нужно рассказать эту лекцию отлично. Не надо стоять на лекции и думать, выключил я утюг или нет. Вы на лекции. Вот, люди вас слушают, отдайтесь им полностью. Вот. И второй прием, сконцентрироваться на ком-то человеке из зала. Если вы очень сильно нервничаете, вот буквально теряете сознание, посадите в зал кому-то знакомого и рассказываете лекцию персонально ему. Аудитория об этом никогда не узнает. Ему будет приятно, а вам будет легче, потому что вы говорите с родным, любимым человеком. И самое-самое главное. Улыбайтесь на лекции. Люди любят, когда другие люди улыбаются. И если вы с увлечением, может быть, с ошибками, но с улыбкой, радостью несете знания аудиторию, аудитория это оценит и простит вам, если не все, то поверьте, мне очень многое. Вот. У меня еще есть немножко слово после лекции, но я думаю, что нужно задать вопросы. Вот у меня все. Пока что по лекции. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ